Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами читать заметки по геостратегии Андрея Ильича Школьникова. И сегодня у нас лоскутная Европа и ее гибель. Раздел геостратегия. Я бы сказала даже география, да? Европейские страны по совокупности размера экономики, численности населения, размеру территории, роли и степени интеграции в состав мир системы можно разделить на несколько групп. Первое. Крупные страны, часть митрополии, центра, золотого миллиарда, мир системы, у которого была своя уникальная роль, субъектность и зона ответственности или влияния. Это Германия, Франция, Британия. Далее идут средние страны, часть митрополии, мир системы, обладавшие привилегиями, но не субъектностью. Их уже побольше. Это Австрия, Бельгия, Дания, Италия, Голландия, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария. Малые страны, которые по большей части были полупериферии мир системы. Это Польша, Ирландия и другие. И уже четвертое в финале. Мелкие страны. Страны карлики, полисы. Это узкоспециализированные страны в функции. Ватикан, Гибралтар, Сан-Марина, Монако, Лихтенштейн, Фарерские острова, Гернси, Андорра, остров Мэн, Мальта, Люксембург. Первые были непосредственно встроены в процессы ограбления и неэквивалентного обмена. Вторые получали средства от нахождения транснациональных корпораций. Третьи получали крошки со стола первых, дотации и субсидии. В ближайшие годы, проев остатки запасов, они все погрузятся в социально-экономический кризис, переходящий в катастрофу. Утратят привычный образ жизни. Про Германию и Францию было сказано много. Британия постепенно теряет свое уникальное положение посредника процессом между странами вне центра мир системы, которые были отданы ей на откуп. Интересна судьба мелких стран, владений, что исполняли очень узкие функции. Если посмотреть на их текущее состояние, то осталось очень мало. Это военная база и заноза, ранее Гибралтар, но сейчас роль утрачена. Финансовый офшор и мышеловка. Практически все, но данная сеть умирает из-за разрушения доверия. Третья. Религиозный центр. Ну, конечно, Ватикан. Райский остров Монако. Но происходит утрата привлекательности из-за высокой конкуренции. И последняя. Исторический реликт. Ну, это все. В ближайшие 3-5 лет практически все мелкие страны сохранят лишь функции исторического реликта. Интерес внешних сил к ним исчезнет, а в самой Европе будет не до них. Идущие потоки иссякнут окончательно или будут выведены на поверхность, чтобы собрать чуть больше налогов здесь и сейчас, даже ценой разрушения самой системы. Россия, Британия и другие, кто будет продвигать свои интересы на континенте, при необходимости просто создадут под себя новые мелкие страны, признавая их особый статус. Различные острова, вроде Корсики, Готланда и так далее, портовые города или исторические этнокультурные провинции могут получить статус независимых территорий под реализацию каких-либо задач внешних сил. Спецслужбы очень любят создавать такие территориальные образования, через которых легко и просто проводить потоки, но очень сложно чужакам проследить историю. И да, вышел небольшой ролик Руслана Маркова. Начало рассказа про так называемое «золото партии» и роль отдельных подразделений советских спецслужб. Там есть интересная оговорка про источник знания. Это вот «Золотой теленок» Андрей Юрьевич рекламирует. Я, если честно, думала, что он будет вместе с ним, но пока что-то вижу только пока одного Макарова. Ну, мне показалось, что они планировали вместе, но вот видите, вроде пока Макаров один отдувается. Спасибо, что дослушали заметку до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк, если понравилось. Желаю вам хороших выходных. Я так понимаю, что все уже на огороде, на майске. Или как вы проводите свой досуг?